А, не, блин, видишь, я говорю, с моим зрением долетает, мысль быстро долетает, но медленно доходит. Запись этого видео состоялась благодаря каналу «Подземная провинция-33». Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять его. На нем скоро будет много интересных видео. Ссылка на канал будет в описании. Так, это у нас уже третий этаж. И здесь особо мало чем по разрухе отличается от первых двух. Водка. Как всегда, водка. Розная. Сердце каркады. Ну, это, кстати... Хороший чай. Вот, кстати, элементарь. Да, можно снег почистить. Не, ну здесь вот, если так чисто на ночь перебиться во Владимире, когда у тебя негде здесь ночевать, как нечего делать. Только надо гамак такой, как у меня, походный. Раз, зацепил за одну. Да, я по кровати же сразу на кровати. А, ну да, ну сразу как-то стрёмно на кровати. Вон тут какая-то эта. Какая красивая соседка. Чего у нас тут? Нормально. Не, ну эти тоже делали классные. Они как 3D. Засохшие цветы. Так, пойдём дальше. Большой кабинет тоже, да? Аттестация рабочих мест. 2003 год. Тишина. Тишина. Такие шкафы, блин. Вот я бы, честно, я бы их вот под вещи использовал. Сюда кофты, сюда футболки, сюда носки, например. Они мне квадратные, больше нравятся такие. Здесь у нас что? Тишина. Так, сейчас я вот этот ещё засниму. Так, это год какой. О, клей, карандашики. Суровая техника. Как этажом ниже. Да? Похоже. Какое-то положение разное. Да, 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 да. Вон они тут сметанку жевали, а поле 15%. О, чёртик. Прикольно. Из чего? Какой-то это, плюшевый. Полиэтилен. Ну, это они всё, скорее, что не заворачивали. Потому что была в Союзе такая плёнка, вот наподобие её. Одежду ей клеили разорванную. Ты изнутри кладёшь её утюгом, проглаживаешь, и оно намертво приклеивалось, и всё. О, батареечка какая-то. Чё там у них? Молочная дома. Ага. Тут он, тварь. Кстати, вот плитки-то, наверное, рабочие. Здесь ещё и жрать можно сготовить, если бы по электричеству было. Раньше ведь было. Так здесь раньше, я помню, вот, первые тоже два года дедушка жил в электрике. Там, вот, как раз, на этой кровати он жил. Да? Я бы, в один раз в жизни видел, конечно, просто захожу, в общем, думал, мои знакомые здесь. Я думаю, вот, кровать двое там где-то. Я такой просто испугался, не побежал. Но он не поймал, слава богу. После этого зима началась, и больше я не приходил. Зимой тут холодно. Не, ну мы, кстати, по детству тоже детков боялись, потому что раньше они все такие агрессивные были. Сейчас всё равно проще стало вот в этом вопросе жить. Да, какая-то. Вот, это дуршлаг, сковородка. Ну, я говорю, тут можно готовить кастрюльки. Тостер даже был. Так что можно было ещё и хлебушка пожарить. И розетки такие эти, советские, древние. Это самое известное, наверное, его это... Как её назвать, картина или как? Но этим никто не ходит. А, ещё одна таблица Менделеева. Красиво поставить. Да, я бы хотел. Вот сюда. Пусть радует вас. Да, кто-нибудь зайдёт и будет прикольно. Значит, 65-го. Будет ли видно-то? Ой-ка была. Надеюсь, было видно. Кто-то тут кудри завевал. Это как сейчас, пока я тебя ждал. Девчонку тут знакомую увидел. Смотрю, идёт. Я говорю, Катя, привет. Она такая, залыбался. Ой, привет. Вот мне что-то и напомнила всё это. Но картина там. Она вся в татухах. На ней, наверное, места живого практически не осталось. Может, она типа подался. Она с такими оранжевыми дредами ходит. Ну, рост она где-то вот относительно меня вот такая даже. Но она взрослая. Ей 40 лет где-то. Ну, может, просто попадалась, где видел так. На каких-нибудь тусовках. В стиле этого Димы Шакалова, да? Смотрите, откуда он начал разваливаться, Советский Союз. С Владимирского химического завода, да? Вот тут какие портреты-то висят. Обратите внимание. Принцесса Диана, принц Чарльз. Никто ничего и не подозревал здесь, что здесь такое есть. Что у нас тут? Почта России. А это, наверное, колумбийский снег. Куда пришли? А хрен его знает. 100 рублей. Откуда? Улица. Нижегородская, опять же. Опа. Либо снышлива, либо суралов. Ну, да. Да, кстати, удивительно, что нам ничего китайского еще. Но, образно, там, кроме, может, какой-нибудь там упаковки лапши, то мы ее еще не видели. Как красивая серка была. А, эти-то, да. В больницах так раньше отделывали. Эх ты, печатная машинка. Стеганка. Вот здесь точно Советский Союз. Раритет, стеганка советская. Причем, в этой стеганке зимой хрен замерзнешь. В Краснодарске стояли. Где-то был на китайской границе. В морозном, в дождь. Она уже как лед просто. Ну, да. Стоит, стоит. Так, во что я там врезался-то? Самое главное в водоуправлении. Там реально была отдельная комната. Может, даже больше, чем эта. Ну, и четвертый этажик, где проявили пленки. То есть у нас вся темная, вон, что она завешена. Ну, здесь, да, здесь не похоже, конечно, на такой. Здесь вон штор-то обычная. Разорванная какая-то лаборатория вся. Интересно, про что кино? Ну, смотри. Здесь нахуй находился какой-то похорон даже чьих-то. Да, мы так, конечно, не увидим. Ай, да, течет. А, нет, погоди-ка. Я вообще разобрать со своим зрением не могу. Да, наверное, местное что-нибудь, мне кажется, снимали. И кому-нибудь кино потом показывали. Да, это цех. Вот этот же причем. А, значит, где-то уже есть это в видеоархиве на каком-то ютубе. Ну, где-то у тебя, прикольно. Ну, как, где они? Ну, что-то в них, да, крутили. А, может, не крутили? Может, вон оттуда что-то затекало? Вроде они к стене. Нет, она двигается сама, знаешь. Значит, она речь не у меня сентрифугой. Она полетела, скорее всего. Да. Круст поверхности не подошла. Что тут, энергетик, что? Да не, они отключили его. По-любому. Так, что здесь пили? Слушай, ну, это вот кто-то оставил, кто здесь посещал. Торнадо не больно давно, да, появилось. Хотя, может, и из местных кто. Так, пролезу аккуратненько. Ну, а здесь вот наоборот вот этими шкафами пахнет плесенью. Именно плеслыми шкафами. Так. Ну, вот я и говорю, консервация. Кого тут консервируют? Да. Слушай, здесь только кино снимать про психушку. Вот, прикинь, вот этот, да, карцер. Закрыл там. Я зашел, значит, за тебя джинсеркли. Да, джжж, и все. А-а-а. Так, а здесь чего? Двери всегда должны быть закрыты. Внимание, пуск, да. Так. Такие шкафчики. Слушай, а вот это уже больше похоже на красный фонарь для проявления. Санэ. Понятно? А, да, реально по цветам. А вот, да, фото хвостинка, кстати. Вот, вот, вот. Вот еще. Вот, кстати. А вот тебе, блин, и темная комната, образно говоря. Вот тут всякие колбы стоят. Сейчас я посвечу. Во. Ну, здесь, конечно, не похоже, что здесь что-то проявляли. Так, ну-ка. Это не фиксаж. Слушай, а вот это что такое, интересно? Просто медианки. Или это что? Ну-ка. Сплав какой-то. Короче, железо. Образцы, наверное. Блин, во, фиксаж. Точно, фиксаж проявитель. Фиксаж нужен порошок. Калий бромистый. Это же яд. Слышь, калий же. Бромистый яд или нет? Я путаю. В общем, если в фиксаж бросить таблетку гидроперида, то будет очень густой дым. О, а здесь шахматы еще были. Вон они лежат. А нет таких фотофессий, конечно. Слушай, я не знаю. Вроде. Вон что-то есть, кстати. Ты думаешь, это они? А, это черные эти. Не то. А, да, это фотофессий. Посуды раньше такие, как называются-то? Типа такие. Стеклышки разноцветные, что ли? Нет, это не то. Это можно было бы, как в детстве, поиграть. Не, ну если фиксаж тут разведенный, соответственно, они что-то разводили. Во, даже эта занавеска закрывать, чтобы темный был, точно. Знаешь, вот здесь и печатали. А фото этого просто не осталось элемента. Лаборатория. Интересно, песок обычный или химиката? Да, вообще мощный цветок завял. Прям как дерево. Круто. Вот я что и говорю. Вот так живешь и не знаешь, что у тебя вот все есть под боком. Вот такое. И вон опять противогаз я заметил. Причем старый. Мы раньше в слона играли таким противогазом. Одевали. И бегали, угорали за девками. Но это мы были, наверное, классе в каком-нибудь... Где его тут поцивильнее поставить-то? Классе в каком-нибудь во втором или в первом. Да. Двух, кстати. Тема. Сейчас. Это у нас почти последняя комната. У нас уже третий этаж. Вот. Я здесь нашел повязочку. ДНД. Народные дружинники. Ну, последний раз я их тоже в детстве видел. Они ходили, патрулировали город. Их бы сейчас назвали это. Шакалили на полицию. Только тогда это на милицию забыл. Народная дружина. А вот буква Д другая. Чего? Не помню. Или добровольная народная дружина, наверное. Что-то вот так. В общем, кто знает, напишите. Сюда уже тоже цивилизация добралась. Вон, вилка пластмассовая. Не настолько все старое. Слушай, а вот это что такое? Хроматон. Ну, и краска хроматон. Звучит как это. Хроматон. Как какой-то прибор научный. Во, кстати, ребята. Каким вы гоняете в вене? Какой вам больше нравится? Может быть, вот такой? Блин, такой нельзя на ютубе говорить. Мы против употребления наркотиков. Мы прямо... Практически зожники. Да, мы зожники. По неволе. Это потому что жизнь такая у нас. Здесь что? Здесь тоже какая-то полубиблиотечная химия. Химия, какие-то книжки. Так. У нас прямо все. Осталось немного, да? Ну, как еще. Даже шлифы. Я уже в каждое зеркало тут так сделал. Ну, ребят, мы уже немножко подустали. Так. Вот я и хотел сказать. Правильно? Не, я сейчас перепрыгну. Опа. Мне знаешь что? Мне самому интересно. Потому что я тебе говорю, я давно таким не занимался. Это уж если что, на крайний случай, да. Поэтому. Так, беглым взглядом все пробежали. В стоматологии. В стоматологии. Зуботрабильный кабинет. Кабинет. Он тоже стоматологический. Дмитриевский собор. М? Дмитриевский собор. Где? Опа. Слушай, а что ты знаешь про подвал под ним? Который 6 метров вниз. Дмитриевский? Да. Я бы золотой не знаю. Там говорят, что есть какой-то тоннель. Но выиграл сегодня человек, который без фото подтверждений. Я тебе сейчас камеру выключу. Я тебе расскажу интересную тему. Вот про монастырь проженский, про который я тебя спрашивал. Но я тоже эту информацию не могу тебе подтвердить. Мне ее рассказал экскурсовод Владимирский. Так. Здесь уже тоже ничего нету. Это, я так понимаю, к зубному кабинету, да? Приложение. Так. И все, да? Не, сейчас еще. Ну, не самое интересное, а еще главное. Ну, а сейчас заодно лестницу запечатлю. Ребята, снимал. Прямо телефон держал в руке. Без монопода, без всего, где будет тряска, уж извиняйте. Я тут вот он. Как бы не упасть случайно. То есть мы вернулись на ту же лестницу, где и поднимались. Угу. Здесь, что ли, да? Что ли, да? Опа. Круто. Ну, как там? Пойдем. Ну, вот это самая интересная часть получается. Надо все-таки еще включить это. Когда две, оно лучше. Придется накидать фильтров потом. Не, слабенький, это фонарик. А здесь чисто вот так вот, да? Ну, практически. Раньше здесь просто вот эти секунды, плюсар, ящик, не погасываться. Всем этим пока не сожгли. А-а-а. И ты, например, сразу снисоваюсь. Нормально. Да. Как я и говорю, были времена. Пакет для воды. Сейчас посмотрим. Пакет для воды. Так. Вот эти, да? Пакет для воды, а вот воздухозаборник. А-а-а. Да. Мощно. И сейчас покажу, в общем, раньше, когда это был причем рабочим цехом. Сиди, я не классно, если дальше есть вентиляционный шарф, что-то документация. Сейчас покажите. Ух ты, сколько тут касок-то. Вот, друзья, это очень странно. Потому что ледопоподные леды корточки, они, ну, обычно, они настолько широкие. Ага. И все леды, и вообще из-за этого узкая грязь, это вот здесь. Да? Мощно. И она, получается, выходит, на улице есть небольшая будка с решеткой. Ага. Спускаешься, и там лестница. Она ведет сюда. Раньше здесь работал свет, лежали ящики с грязным. Слушай, а засыпали специально, да, вот это? Нет? Грунт. Грунт. Мощно. Провода какие-то, да? Катушка-то. Да не, вряд ли. Но здесь прям прохладно. Да, мощно. Чего-то упало. Вот так вот. Все, можно уже выходить. Ну да, сейчас. Я свяжу бы на раму полу. Слышно. Ну вот, закончилась наша увлекательная экскурсия здесь. все благодаря ему. Так. да, круто. Да, круто. Прикинь. А ведь когда-то здесь было это. вот когда хожу, уже плавно не получается снимать. там вон что за тачки-то стоят? За эту часть. А вон там что ходят тоже? Это рабочие. Крайне там обычно здесь параллельно. Вот тоже полностью заброшенный цех. С одним из самых больших местах. Но это как-нибудь уж в другой раз. Сейчас я полезу вот под этим мостом назад. Вот по этой штуке. А вы поугараете. Надеюсь, я не уроню телефон. Ха-ха-ха. Как говорится, все ради вас. Но вообще тема стремная. И лезть здесь надо вот так. Вот опять зацепился рюкзаком. за то же самое место. А так смотрите. Красота, да? Решка течет. Ха-ха. Товарищ меня сводил в химолабораторию. Там было круто. Я думаю, вам всем тоже понравится. Тем более моим товарищам с работы, кто любит смотреть заброшки. Так что я уже несколько раз сказал в видео спасибо спасибо ему. Пишите это в комментариях. Все. Я пошел на другое место. ха-ха. 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 Да, блин, жалко. Ха-ха. 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 Я туда не залезу, ну нечего делать, не, ну угарно, конечно, здесь. Пиздец, блин, я еще никуда не попал, уже устал. Короче, я по габаритам в это отверстие не пролазил. Вот так вот, блин. К сожалению, на этом наш за вас все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова